В джунглях Южной Америки полно всяких хищников. Именно на этой территории раскинулась легендарная река Амазонка. Но даже при всем многообразии монстров, обитающих здесь, царем зверей является ягуар. Это огромный зверь с самыми мощными челюстями среди всех кошачьих. По размерам он уступает только тигру и льву. Но здесь они не водятся, поэтому он здесь король. Ягуар отлично плавает и даже может нырять, проводя под водой до 30 секунд. Благодаря своим водным навыкам, этот хищник может охотиться на другого монстра этих мест – каймана. Кайманы – древние высшие хищники, которые в процессе эволюции практически никак не изменились. Два метра ярости и злости – он наводит страху практически на всех обитателей этих мест. Их толстая кожа защищена панцирем из костных пластин. Его боятся и остерегаются все, но только не ягуары. Осторожно подкрадываясь к ничего не подозревающей рептилии, ягуар совершает атаку. Эти кадры были сняты в бразильском пантанале и стали настоящей сенсацией в интернете. Но что удивляет еще больше, так это то, что ягуары способны атаковать кайманов на их территории – в воде. Своими мощными челюстями ягуар хватает каймана за его слабое место – верхнюю часть черепа. И рептилия теперь никак не сможет выбраться. А этот ягуар продемонстрировал еще более эпичную атаку. Он набросился на каймана прямо с обрыва. Но в этих местах имеется еще один хищник. Возможно, даже более ужасный, чем кайман. Это анаконда – самая массивная змея на Земле. Бетоны длиннее, но анаконда толще и тяжелее, и из-за этого выглядит более устрашающей. Из-за своей массы она не так много времени проводит на суше, в основном обитая в реках и болотистых местах. Как и ягуару, анаконде также не составит труда победить каймана. Ну а что будет, если два самых мощных существа этих мест сойдутся в поединке? Однажды такую битву удалось снять на видео. Огромная анаконда пытается спастись в воде от атак черного ягуара. Ей это почти удается, но ягуар в последний момент хватает ее за хвост и тащит на берег. Кошке приходится нелегко, так как анаконда может весить до 70 килограмм. К тому же она сопротивляется. В итоге, змее удается ускользнуть, и теперь она находится в своей стихии. Ягуару нужно бы отступить, так как в воде шансы на победу у анаконды значительно повышаются. Там она гораздо проворнее. Но ягуар не иструслив. Кажется, что кошка совершила большую ошибку, ведь анаконда уже начала обвиваться вокруг морды хищника. Однако каким-то чудом черный ягуар сумел выбраться, а затем все же вытащил змею на суши и одержал победу. На этом канале будут выходить короткие интересные ролики о животных. Если вам нравится подобный контент, то подпишитесь и включите колокольчик. Обязательно посмотрите плейлист со всеми роликами подряд. Они не займут у вас много времени. Пока!